Здравствуйте, уважаемые родители. И в основном, я так понимаю, что меня слушают мамы, поэтому обращаюсь еще раз к ним. Желаю здоровья и процветания в жизни. И сегодня я хочу поговорить с вами об одном из аспектов вашей жизни. Опять же, анализируя ваши сообщения, ваши проблемы, с которыми вы делитесь, и видя это, читая это очень внимательно, я прихожу к выводу, ну, скажем, достаточно неутешительному. После выступления, после лекции ЕСЭФы очень много откликов и очень много мыслей, которые вы высказываете, натолкнули меня на то, что нам сегодня надо с вами поговорить вот о чем. Дело в том, что в своем желании обеспечить ребенку благо, вылечить его, улучшить его состояние и так далее, вы углубляетесь в эту проблему настолько, что вот создаете вокруг себя ореол вот такого вот несчастного, забитого существа, которое вот в своих проблемах сидит и пытается вот из этих проблем выйти, из этих проблем выбраться, и вытягивая за собой ребенка. Вот я обратил внимание на одну очень интересную закономерность. все, в основном, вы пишете и говорите о том, что вот есть вы, такая вот замученная, несчастная, усталая мама изо всех сил, старающаяся помочь ребенку. Я понимаю, что это действительно так. Есть ребенок, и практически никто не пишет и не говорит о том, что вас окружает, о том, как вы живете, как ваш муж, как ваши другие дети. Их как бы нет в вашем окружении. Их вот проблемы, их заботы, они уходят куда-то на второй план. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вы, подняв знамя своей несчастности, несете это знамя впереди себя, а все остальное вот под это знамя выстраивается. И совершенно забывая о том, что даже тот ребенок, который вот такой весь, которому вы хотите помочь, которому вы хотите вылечить, которому вы хотите вот создать хорошую жизнь, он оказывается задвинут, забит вот этими вашими желаниями. Вот интересно, не так давно она периодически всплывает в чате дискуссия о том, как научить ребенка чистить зубы. Я вот читаю внимательно, вот одна мама говорит, вот она чистит зубы так, в смысле ребенка приучает. Другая говорит, вот предлагает ему, там он не хочет и так далее. И никто почему-то не подумал о том, что ребенок имеет право сам выбрать ту же пасту, которую он ему чистит. Никто никогда не предложил ему, вот тебе вариант, вот выбери, что ты хочешь. Это как-то уходит, почему-то вылезает, но прежде всего, позиция, что тебе это надо. Вот тебе надо, вот это тебе надо, вот это. Ты должен вести себя так и так далее, и так далее. И все забывают о том, что ребенок, пусть даже не совсем здоровый, пусть даже какой-то особенный, может быть, даже не такой, как все, тем не менее, это личность самостоятельная, независимая, имеющая право голоса, имеющая права и, как следствие, имеющая свои обязанности. И это почему-то совершенно уходит, причем права и обязанности не только по отношению к вам, но и по отношению ко всей семье, по отношению к отцу, по отношению к братьям и сестрам, по отношению к бабушке и дедушке. И вы лишаете его этой возможности, ограничивая или просто игнорируя его право, право выбора, право голоса, право действия, право поступка, с одной стороны. А с другой стороны, создавая ореол его несчастности, особенности, болезни и так далее, вы лишаете его ситуации, при которой он что-то обязан делать, как член общества, как нормальный, обычный человек. Да, непростой, да, особенный, да, со своим характером, да, со своими странностями. А теперь скажите, кто из нас простой, кто из нас без созобенностей. Посмотрите вокруг, что вы видите людей без каких-то странностей, но тем не менее они являются независимыми, они могут высказываться, они могут принимать решение. Почему вы лишаете своего ребенка? Почему вы говорите, ты должен пойти туда, потому что вот ты должен пойти туда? А может быть он не хочет пойти туда, может быть он хочет остаться дома, может быть у него нет настроения, может быть у него он чем-то расстроен и огорчен. Вы интересовались этим когда-нибудь? Вы спрашивали, почему он плачет, почему он закрылся, почему он ушел в себя? Может быть проблема на самом деле лежит на поверхности, но никто этим не интересуется. Все это относит исключительно вот к особенностям его состояния. А на самом деле это может быть совсем другое, это может быть просто проявление личности, проявление протеста, проявление какой-то индивидуальной особенности, проявление его, ну скажем, необычных каких-то способностей, необычного какого-то таланта. Дайте возможность ему это выразить, придите к нему на помощь. Вы не должны быть вместо него, вы должны быть рядом, причем рядом где-то так сбоку очень ненавязчиво, воспринимая его прежде всего как самостоятельную, полноценную личность. Не как какое-то животное, не как какое-то вот недочеловека, а как человека полноценного с определенными какими-то чертами характера, которые формируются в процессе его роста и развития. Да, он может быть не читает книжки, но может быть вы не даете ему возможности выбрать те книжки, которые ему нравятся. Может быть вы не даете ему проявить свой талант именно так, как он хочет. Присмотритесь внимательно и старайтесь дать ему то, к чему его тянет, что его увлекает, чем он занимается больше времени. Если он постоянно что-то ломает, может быть дать ему возможность что-то поразбирать, может быть дать ему возможность поломать старые ненужные вещи, может быть он просто хочет посмотреть, как они устроены, что там внутри. Может быть его реакция негатива, это реакция протеста на то, что его не понимают. Поэтому я настоятельно вам рекомендую, опять же, вспоминая наши прошедшие разговоры, проанализировать ситуацию, поставить вопрос, а почему он так себя ведет, почему он не хочет это, почему у него не получается. Подберите ключик к вашему ребенку, подберите ключик к его характеру. И самое главное, не надо замыкаться в состоянии, когда вы ребенок, и это вот клетка, где существуют болезни, существует негативная энергетика, существуют какие-то отрицательные эмоции. Наоборот, используйте это во благо, в радость не только вашего ребенка и вас, но и других членов семьи, вы же единый коллектив, где ваш ребенок является полноценной единицей, полноценным членом этого коллектива. Вот тогда, когда вы проанализируете ситуацию, получите ответы, предоставите вашему ребенку, вы вдруг с удивлением обнаружите, что это дает свои плоды, что это дает свои результаты, совершенно необычные, совершенно непредсказуемые для вас. И не останавливаясь на этом, нужно идти дальше, усиливать, увеличивать, усложнять эти моменты. И таким образом вы получаете ребенка как нормального, полноценного члена общества, члена ячейки, которая называется семья. Надеюсь, вы меня услышали. И здоровья, счастья вам, успехов вам и вашей семье. Берегите себя.